Смотря на возражения оппозиции, планируется, что уже этой осенью пособия по старости в среднем вырастут на 8 евро. Федерация пенсионеров обратила внимание депутатов на то, что пенсии будут увеличены неравномерно. А также напомнила коалиции о том, что правящие обещали способствовать снижению неравенства в обществе. Репортаж Валерия Смирнова. 1 октября этого года в Латвии должна состояться первая плановая после кризиса индексация пенсии. Повышение пособий планируется провести по новой формуле. Перерасчет прошлого года, который подчеркивают в коалиции, был чисто политическим решением, учитывал только рост цен. Нынешняя индексация будет включать и другой показатель – рост реальной заработной платы в стране. Мне эта индексация, с одной стороны, нравится, потому что она вообще появилась. Но, с другой стороны, я считаю, что 7,23 евро – это неадекватная сумма, на которую обесценилась за последние 4 года пенсия. Проиндексировать планируется не всю, а лишь только базовую часть пенсии – 285 евро. Федерация пенсионеров, которая ранее уже согласилась пойти на компромисс с правительством, сегодня еще раз напомнила, что размер пособия у 84% пожилых людей в Латвии меньше этой суммы. Большую прибавку таким образом получат более состоятельные пенсионеры. Увеличение неравенства прямо противоречит тому, что записано в декларации правительства. Наше предложение было такое, что надо все-таки индексировать базовую сумму, а полученную сумму добавить всем пенсиям в одинаково большом размере. И второе наше предложение – до кризиса для индексации использовался показатель тоже прироста заработной платы, но в размере 50% прироста. Сейчас предлагается использовать только 25%. С интересным заявлением на комиссии выступил Минфин. Индексация, по мнению его представителей, вообще противоречит принятому сеймам закону о фискальной дисциплине. Перерасчет пособий будет стоить около 10 миллионов евро и окажет прямое влияние на госбюджет. И это только в этом году. А ведь, согласно закону, индексацию будут проводить и в последующие годы. Депутатов успокоила парламентский секретарь финансового ведомства. В каждом году есть рост экономики, и мы надеемся, что он будет нормальный, достаточный, чтобы мы такие финансы нашли. Из-за этого наш министр в кабинете министра проголосовал за этот закон, за продвигание этого закона в парламенте. Но мы тоже надеемся, что там не будет такие предложения, которые разрушат уже этого достигнутого компромисса. По словам Чигана, небольшой недостаток средств на индексацию уже существует и в бюджете нынешнего года. Тем не менее, депутаты коалиции на комиссии сегодня проголосовали за присвоение закону срочного рассмотрения. Такая мера, пояснил представитель Минблага, необходима для того, чтобы к перерасчету успело подготовиться агентство социального страхования. Утверждать документ в первом чтении парламент будет уже в этот четверг. Второе, окончательное чтение запланировано на 1 апреля. Валерия Смирнова, Олег Горячев, Первый Балтийский канал.